Кааак! Дилишки, ребятишки, с вами снова Эдисан и также Екатебрин, существующий. Екатебрин? Кого? Ты имеешь ввиду Херобрин, что ли? Так не обманывай подписчиков, он не существует. Ребят, не верьте ему, Херобрина не существует, не верьте. И сегодня мы находимся там, где лучше ночью на улицу не выходить. Мы находимся там, где под твоей кроватью живет маленький, но все же монстр, и туда лучше не заглядывать. Мы находимся там, где при себе всегда лучше иметь запасные памперсы, потому что они могут тебе понадобиться в любую секунду. Мы в Калуге. И не спрашивайте меня, почему в Калуге, вот так решили подписчики, мне просто сказали, скажи, Калугу в следующей серии, я такая, хорошо. В Калуге, значит вот так судьба распорядилась. А почему, а кто из подписчиков решил, что в Калуге ночью лучше не выходить на улицу? У меня в Калуге тетя живет, и бабушка-дедушка, там нет такого, что с собой запасные памперсы надо носить. А ты забыл, что вообще-то по ходу этим миром в Майнкрафте управляют подписчики, поэтому им все можно? Ааа, ну раз так, то значит мы в Калуге. Слушай, но лучше в Майнкрафт, конечно, сейчас не играть, потому что ночь, да и в Калуге говорят, небезопасно. Но серия Майнкрафта-но, есть серия Майнкрафта-но, поэтому мы должны выяснить, что же сегодня будет происходить. Жопа! Вот что будет происходить, но это мы сейчас узнаем. Блин, я сейчас никого не смогу там увидеть, никакого бога Майнкрафта, никаких там темных сил, потому что ночь, а день не наступает. Ну да, мы не успели зайти в Майнкрафт, с самого начала была ночь, но мы слышали голос, голос бога Майнкрафта, и он нам сказал как раз-таки вот ту самую дичь, то что мы сегодня в Калуге, то что сегодня лучше на улицу ночью не выходить и под кровать свою лучше не заглядывать. Но, учитывая, что это как бы не первая серия Майнкрафт, но чего нам бояться? И даже учитывая то, что мы опять деревню нашли в очередной серии, и опять новая деревня. Ага, интересный такой бог Майнкрафта, говорит, из дома не выходите ночью. А у нас дома-то даже нет. Реально. Ну а чё? Ну так давай вот здесь в какой-то дом зайдём. Ооо, здесь занято походу, пошли обратно. Там ещё один забежал. Так, я вижу ещё одну кузницу, я вижу здесь много домов, возможно, я вижу много курицы, возможно, здесь будет что-то полезное до того момента, пока что-то не начнёт происходить. Потому что в каждой серии... Не, пока всё нормально. Пока всё нормально, не учитывая, конечно, то, что ночь, а так, в принципе, всё нормально. Опа, я вижу сундук и вижу трёх жителей в темноте. Чёрт всё моё, чёрт всё моё. Ну иди забирай, я пойду в другой дом. Опа, здесь сундук, подожди. Два кусочка золота. А ты что нашла? Три бутылки, просто три стеклянные бутылки. И на кой чёрт нам они сдались здесь? Так, ну давай я сюда тогда зай... Опа, там ещё один сундук! Сейчас я запрыгну, да? Стоп, а есть ещё дома, есть ещё дома? Три морковки! То есть я нашёл два куска золота и три морковки. Вот это вообще чудеса! Спасибо бог Майнкрафта за такие подгонки. Он хотя бы нас кормит. Не, ну подожди, три морковки, это как бы хорошо. Я сейчас побегу в кузницу и посмотрю, что там такое. Вдруг там есть что-то нормальное. О, тут ещё сундук и тут три гриба. Забирать? Три гриба? Да. Забирать? Я правда не знаю, зачем он нам это даёт. Ну хотя бы, слава яйцам куриным! Тут два алмаза! Конечно! Опять тебе! Ты в предыдущей серии Майнкрафта но штук шесть алмазов нашла! Ты что выёживаешься? О, опа. А то смотри, тут ещё один сундучок за стеклом есть. Вот в этом кирпичном здании. Железобетонном, ну, сером, вот здесь. В этом? Вот тут. А, вижу, вижу! Так, а может тогда на первом этаже он тоже есть, давай спускаемся. Пошли, сейчас. Как отпустить оттуда? Просто прыгни. Так я же умру. Не умрёшь. Вот, всё, умерла, не умерла. И броньку, и броньку забрал. Ну там было вот это два кусочка брони, ну чё, мне как бы нельзя? Так, здравствуйте, смотрим, что у нас тут? Тут жители у нас. Фигня! Фигня! Как? Как? Что? Ты где? Аааа. Ааа. Ты чё? Я только что мужика видел с белыми глазами. Ты опять за своё? Я тебе, я тебе клянусь всем, что у меня только сейчас есть в Майнкрафте. Я тебе клянусь на вот этих, вот этих яблоках я только что видел. Я не побоюсь этого слова. Херебрина. Херебрина не существует, здесь никого нет. Вот, смотри, никого, пустота. Хочешь сказать, он не спарился, что ли, по щемчку пальцев? Ага. Ну я очень сильно надеюсь, что я просто за последнее время записала кучу много роликов вот это наперёд, и он мне просто привиделся. Паучий глаз. Вот, это я про это говорила, что фигня. Паучий глаз. Редстоун. Это что за... Просто набор двух ненормальных, неадекватных людей. Паучий глаз. Редстоун. Три морковки. Что нам... Три бутылки. Три бутылки. Так, а давай тогда в другие дома пойдём. Возможно... Ааа. Возможно, в других домах тоже что-то есть. Так, я вот в этот дом. Ты вон в тот, чтобы время не терять, быстро смотришь. Давай-давай-давай-давай-давай-запрыть. Ай! Так, Кать, в дом, а не под него. Давай, заходи. Так, если он нам в этой серии даёт такие странные вещи, значит, они нам 100% должны будут пригодиться. Я нашёл порошок огненный. Подожди, огненный порошок. Очень нужная вещь. Очень нужная вещь. Огненный порошок, редстоун, бутылки, морковка и два кусочка золота. Тебе не кажется, что это... Он как будто намекает, потому что нам зелье надо скрафтить или что, я не могу понять. Мне кажется, он нам ни на что не намекает, он просто над нами издевается. А это самый бомжатский дом, который я только видела. Тут два на два блока. Ну, сдавайте сюда. Вот этот огромный должен быть. И здесь опять два мужика носами чешутся. Ну, вам не стыдно? Ну, когда гости к вам в деревню приходят, вы хотя бы постеснялись бы, не? А им вообще без разницы. Так, здесь три сахара. Я нашёл три сахара просто. Ну, давай чаёк попьём. Ну, давайте... О-о-о, Каролина, Каролина. Может, Каролину заберём с собой? Не надо забирать её с собой, разве что только на мясо пустить. И всё, это вот максимум. Да, Каролина? Вот подойди сюда, пока... Я не буду сводить с него глаза. Подойди сюда. Посмотри на дом, который левее от тебя вот там вдалеке за фермой. Ты видишь тёмную дичь какую-то? Как будто силуэт тёмный. Вот там за маленьким домом? Там за маленьким домом. Ну, это, может, паук? Ищи. Он ищи. Только вот так взял. Это был паук, он просто задиспавнился. Он просто пропал. А, точно? Может быть. А может нет. Пошли на... Да ну не пугай меня, ну, не бывает такого в Майнкрафте. Ну, чё ты... Конечно, не бывает такого в Майнкрафте. А в предыдущей серии пришельцы планету захватывали. В предыдущей серии Майнкрафта, но... Вот, вот, пришельцы планету захватывали, вот здесь по подсказке. И ты мне... Ты пристанешь падать в эту яму или нет? Отстань. Конечно, не бывает такого в Майнкрафте. Я тебе предлагаю к чёртовой бабушке просто валить с этой деревни, а то здесь какая-то дичь происходит. Пойдём в следующую. Так, а мы все дома посмотрели. Везде пусто, ничего нету больше. Я надеюсь, что мы ничего не пропустили. Пошли, Катя. Мне как-то жутковато становится уже. И понимаешь, до сих пор ночь. До сих пор. Она как будто не проходит. Ладно. Пошли. Хорошо, пойдём. Только я немножечко начинаю уже паниковать. Да почему так темно-то, а? Я не могу понять. Звёзды вон падают. И солнышко не видно. Что происходит-то? Знал бы я, почему сегодня вся серия в темноте, я бы тебе ответил на этот вопрос. Но я сам не знаю, почему уже за последние 10 минут солнышко не хочет выглядывать из-за горизонта. Ладно. Пошли вот в эту, в новую деревню. Возможно, здесь будет какая-то подсказка. Я, по крайней мере, надеюсь, что мы с тобой сможем найти выход из этой ситуации. И как-то решить, зачем нам нужен паучий глаз, редстоун, сахар и прочая дичь. Так, пошли вот сюда. Мне страшно. Давай вместе держаться, пожалуйста. Ну, давай тогда вместе. Хорошо. Здравствуйте. Ты видишь, что жителям тоже страшно? Опа, ещё один кусочек золота. Всем сегодня страшно. И нам, и жителям, и Каролинам, и всем, кто находится в этих деревнях. Так, я видел, что там вроде кузница была. Давай мы с тобой в кузницу спустимся и посмотрим, что здесь будет. Если там будет бронька, она моя. Хорошо, если тут будет бронька, она твоя. Ну, здесь шлем. Иди забирай. И три кусочка золота. Шесть кусков золота. Мы, знаешь, как будто на что-то собираем. Ну, ля, какая модная. Так, по-по-по. Кат! Это было. Я дрыгнул мышкой, и он просто моментально испарился. Только не смей, сейчас горит то, что ты его не видела. Не смей. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Это точно не Херабрин. Это, наверное, дух умершего вот здесь вот, кто в деревне был. Может быть, фантом просто как- Может, нам показалось? Да-да-да-да. О, здравствуйте. Да-да-да. Да-ра- Смотри. Еще один золотой. Раз десять. В угол забился. В угол забился. Конечно, ему тоже страшно. В угол забился. Раз десять за эту серию нам сегодня показалось. Да? Это какой, третий или четвертый раз, когда нам с тобой кажется? Ага. Давай, давай все. Вот золото собрали. Всякие павуки и глаза собрали. Ну, пойдем домой. Так, здесь ничего нет. Ну, так проблема в том, что я не знаю, зачем мы с тобой это собираем. Нам дают золотые вот эти семь золота. Нам дают, как я уже сказал, у меня есть предположение о том, что, возможно, нам нужно скрафчить какое-то зелье, которое нам поможет выпутаться с этой ситуацией. Так, а какое зелье? Ты лучше меня разбираешься. Вот и я не знаю. Давай мы тогда с тобой сейчас во все домики забежим, посмотрим, что здесь есть. Давай сюда за мной вместе держимся. Держимся вместе. Держимся вместе. Заходим во все домики, смотрим, что там есть. А в конце с тобой приняем решение. Давай. А через дверь зайти? Да, дверь никак сюда не зайти. Ты смотри, как высоко дверь находится. Так, что здесь? Еще, еще, еще два кусочка золота. Так, у меня девять кусочков золота. Что из этого можно скрафтить? О, ой, боже мой. Ну, наконец-то, хоть что-то прекрасное в этой ночи. Такой маленький мишка. Это, конечно, прекрасно, то, что мы просто мишку нашли, который решил зайти к нам в дом, да? Ну да, но он... Вроде безобидно выглядел. Что это за фигня? Нет! Прыгай, вы куда? Я в воду! Догни воду, давай, забывай, давай. В дом, в дом, в дом, в дом. Вот это или вот это? Что это? Тут торчит через стенку. В дом, в дом, пацаны. Идите на диксах. Подожди, подожди, подожди меня, пожалуйста. Подожди, мне страшно. Давай, 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 я вот здесь в окне. Давай сюда, быстро! Закрывай дверь, нафиг. Закрывай десять раз. Сейчас закрою дверь вот так. Всё, всё, сюда точно уже никто не зайдёт. Я это сейчас видел или ты это сейчас тоже видела? Я не знаю, какая-то тень просто промелькнула, я даже не заметила. Что это? Это зельеварич... Зельевари... Зельеварная стойка. Во, вари, давай, у тебя полно всякого... Так, подожди, 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 надо тогда решить, что мы с этого всего сможем вот это сварить. Выкидывай всё, что ты нашла в этой серии. Три гриба, да? Грибы, грибы, давай. Три бутылки, три сахара, три грибочка, огненный порошок, Redstone, девять... Нет, это точно какое-то зелье, точно какое-то зелье. Это точно какое-то зелье. Так, если у нас есть паучий глаз, значит нам 100% нужно сделать маринованный паучий глаз. Вот так. Так, здесь есть вот это. Подожди. Ставим вот так, ставим сахар, ставим глаз и ставим гриб, и у нас получается маринованный паучий глаз. А из девяти кусочков золота можно скрафтить золотую морковку и сделать зелье ночного зрения. Подожди, а если соединить ночное зрение с маринованным паучьим глазом, получается... Тут где-то есть. Где? Если соединить маринованный глаз с этим... с ночным зрением, получится зелье невидимости. Если... есть... я не очень силён зелье варенье, но я помню то, что оно реально так работает. Вари! А зачем нам зелье невидимости? А может это как раз таки выход из этой ситуации? Неужели не дошу, так мне очень страшно. У меня пульс поднялся, вот не веришь, могу сфотографировать. Хорошо, 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 я выбегу на улицу, сейчас забегу обратно. Подожди, нам же водичку надо набрать. Водичку! А там есть водичка, значит я не буду выбегать, не буду выбегать, там есть водичка. Нифига, ты в шары долбишься. Кого? Ни в кого я не долблюсь. Так. Зазовываю это обратно. Порошочек и... Нам не хватает адского нароста. А это что такое? Ну это адский нарост, вот что это такое. То есть нам сейчас опять придётся выйти куда-то на улицу и его поискать. У меня есть только нарост из Незера, но я не знаю откуда он у меня взялся. Это нужно? Из окна, посмотри, выбрасывай. Так что ты молчишь изначально, то что он у тебя есть, давай быстро, выбрасывай. На, подожди, кто за окном-то, ты мне дожди. Мишка там за вот этим окном. Так, я сюда запихиваю, сейчас молимся, молимся. Он не попадёт к нам, он не сможет. Он не пошёл. Да, это же... Это же просто медведь. А там, Катя, посмотри. Ну, туда посмотри. Я не хочу никуда смотреть. Давай, пожалуйста, быстрее. Варится, 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 варится. Так, я соединяю морковку. Давай, 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 скорее. Я всё делаю. Отойди, Давыка, отсюда, житель этот. Запихиваю сюда морковку. Редстоун есть, редстоун есть. Он начинает быть стекло. Нет. Так, ночное зрение есть, ночное зрение есть. Так, и сейчас добавляем. Варится, варится. Уже всё сварилось, ночное зрение уже сварилось. Сейчас я добавляю вот этот маринованный пучи глаз. И по идее через секунд 15 должно появиться вот это зелень невидимости. Я потом его еще... Там медведь. Медведь бегает вокруг дома. Потом... Давай, миленький мой. Я добавляю сразу же сюда рыцетон, чтобы оно на 8 минут было. Давай. Есть, 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 есть. Все, пьем. Подожди, пьем. Осталось секунд 10, и я тебе и выкину одно зелье. Давай, быстрее. Эта мишка, походу, сейчас разбунтуется. Да не, мишка просто бегает вокруг. Мишка нам ничего не сделает плохого. Он не сделает плохого. Ничего не сделает нам... Ничего не... Как? Готово! 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 Готово? Держи, держи, держи. Пей, 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 пей. Подожди, блин, я потеряла. Он ломает стеклу. Пей! Я пропала? Да, только давайте с тобой снимем одежду, чтобы нас не видели. Снял? Снял. Ага, он уже здесь. Выходи, выходи, выходи с дома. Выходи с дома. Выходи с дома. Тихо, тихо. Подымаемся. По горе, подымаемся, подымаемся. По горе. Как только выходишь, направо заворачивай, подымайся по горе Я тебя не вижу Да я тебя тоже не вижу, конечно, мы с тобой невидимые Возле колодца встречаемся Возле колодца, возле колодца Сейчас, подожди, я слишком, слишком теплую Подожди, где колодец? А, в другую сторону побежала вообще Как у нас нет времени? Подожди, пожалуйста Я вообще в противоположной стороне Ты когда возле колодца будешь? Да подожди, да подожди Я плыву, плыву, бегу, подожди Это что такое? Оно меня не видит, а ты видишь это? Я тоже вижу, пошли дальше, пошли в ту сторону Откуда мы приближаем Тихо, тихо, она возле меня, прошу Идем к болоту Налево, посмотри, там болото К болоту идем, видишь? Так, наверное, вот это болото Давай, 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 давай Я возле болота стою, прям возле него Я сейчас напялю на себя одежду Я прыгну на кувшинку, я на кувшинке Напяю на себя одежду, ты видишь меня? Вижу тебя, вижу, вижу, вижу Главное, чтобы... Я буду летающим шлемом Видишь меня? Да, главное, чтобы никто другой меня не увидел И тебя тоже Подходи сюда, подходи сюда быстро Что нам дальше делать? Ну, значит, мы верно следовали подсказками Нам нужно было скрафтить зелье невидимости Чтобы от них убежать У меня осталось еще одно последнее зелье Только одно, Кать Иии? Ты же его мне одашь? Да Отдам тебе потом Если догонишь, конечно, я тебе его отдам А у кого... Сколько у тебя там зелья осталось? Эй, ты куда? Сколько у тебя там зелья осталось до его окончания? Две минуты У меня пять Ну ладно, Кать, давай Было приятно с тобой встречаться все это время Удачи Остановись Да, 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 да Лишь, чтобы тебя хера, блин, съел А вот это сейчас угроза жизни просто Субтитры сделал DimaTorzok